Часто люди мне, близкие, говорят, что зачем я буду Бога напрягать своими проблемами. Эти слова означают только одну вещь, что человек не хочет с Богом строить близких отношений. Близкие отношения означают, что ты и Бога пытаешься понять очень близко, и также себя Ему раскрываешь очень близко. Это означает в буквальном смысле слова все выворачивать наружу. Денег хочется, ничего страшного, надо молиться и честно сказать, не хочется денег, что-то сделай с этим. Хочется ребенка, вот честно скажите, хочется ребенка, хочется выздороветь, честно это скажите, чтобы здоровье Бог дал. Честно, вот все скажите Богу, честно. И тогда другая жизнь начнется, потому что он начнет решать все вопросы, он. А он решает по-другому, не как мы. Другой сразу возникает вопрос, а может ли он вообще решать мои вопросы? А он этим и занимается, понимаете? Как устроена вообще наша жизнь, сейчас вам объясню. Душа находится вот здесь, в центре тела, вот здесь, в центре груди. А знание находит сверхдуша, это представительство Бога. Чем занимает сверхдуша? Она обеспечивает жизнь в каждую клетку тела. Все функции тела работают под ее вот этой влиянием, силой. Есть два типа сознания. Есть сознание души, душа просто желает чего-то в жизни. А есть сознание сверхдуши, душа, она выполняет эти желания. Вот, например, я хочу жить. Это желание выполняется, если я имею право на это. Я разок спал, неправильно легкий, у меня что-то сердце замкнуло и вообще перестал биться. Ну вот от того, что как-то лежал не так. И у меня в сердце такой крик, я хочу жить. И сразу, немедленно тело развернулось само. Я даже не знаю, как это произошло. Начал сильно дышать. Но это не мои функции, я не занимался этим. Это произошло автоматически, то есть для меня. Но в этом мире нет автоматизма. Понимаете, это произошло под влиянием другой силы, которую я не знаю. Мы очень глупо смотрим на этот мир. Мы думаем, что мы все знаем. Вот вы, например, не знаете, что Бог меня сейчас вдохновляет вам это говорить. Потому что вы не до конца в это верите, девушка на первом ряду. Я вам это говорю. Потому что, почему вы до конца не верите, потому что вы не изучали эту тему. Вы не знаете, что это значит. Бог является совестью в сердце человека. Он является ощущением счастья. Вот вы сейчас не чувствуете счастья, вы в печали живете. Почему? Да. Да, моя хорошая. Но печаль глубоко в вашем сердце сидит, я ее вижу. Не значит, что вы печальный человек. Вы хороший человек. Просто сама жизнь такая, она почему так происходит? Потому что нет контакта с тем, кто радует. Женщина сейчас думает, что мужчина только может радовать. Нет, вы ошибаетесь. Бог радует тысячу раз больше. Совесть радует. Чувство счастья изнутри, из сердца приходит. Много функций есть у сверхдуши. Она много нам дает силы жить, радость, счастье. Память дает и забвение дает. Она нам дает очень многие вещи, но мы этого всего не знаем. Но если человек начинает с ней, вот допустим, вы, какой-то у вас проблема какая-то есть, вы говорите, когда же это все решится, кому вы это говорите? Сверхдушием. Человек не может болтать просто так, понимаете, в пустоту. Кому-то говорит всегда. И он уверен, что его услышали. Я больше так не буду жить. Он говорит, но никого вокруг нет. Он уверен, что его услышали. Кто услышал, опять же. Но если человек обращается к сверхдуши, к Богу, в своем сердце, то этот путь победоносный, потому что мы можем в какой-то степени менять свою жизнь. Но функции, которые несет сверхдуша, гораздо более могущественные. Она организует нашу жизнь, а мы просто внутри нее живем. И у нас есть какие-то полномочия внутри. Я, например, могу улыбнуться и кого-то там загипнотизировать чуть-чуть, чтобы он в меня влюбился. Но будет ли это тот человек или нет, я не знаю. А вот если Бог этим займется, вот тогда будет точно тот человек. Сто процентов. Итак, сегодня мы будем уже не болтать, а тренироваться. Потому что пришло время тренироваться. Сейчас тяжелый период наступает в жизни нашей необъятной Родины. И все люди уже почувствовали этот нож, нож у тяжести этого периода. На ваши плечи уже поддавливает. Вам уже становится тяжелее жить. И это будет продолжаться еще в течение где-то месяцев пяти, наверное. Потом будет чуть-чуть полегче. Облегчение пойдет потихоньку. Но сейчас по судьбе вот будет давить на судьбу. И если люди не знают, как правильно реагировать на эти вещи, то они могут быть разбиты жизнью. Они могут потерять возможность идти правильным путем. Поэтому мы сейчас будем тренироваться и обсуждать эту тему. Как не быть разбитым жизнью? Первое, что нужно понять, это то, что есть разные типы трудиться. Вот, допустим, если человек трудится, он строит дом. Ну, обязательно построит дом. Обязательно построит. Если у него достаточно внутренней силы. Пускай финансирование слабое, но он построит за несколько лет. Попозже. Но он построит. Почему человек не достраивает дом? Есть только одна причина. Вера ломается. Он уже не верит, что он может это сделать. И поэтому он теряет силу, надежду. Понимаете, да? Почему вера ломается? Ну, потому что не нужно в это сто лет этот дом. Ну, и живу я в этой квартире, и живу. Чего такие усилия прилагать, что этот дом строить? Я убиваюсь ради него. Зачем это надо вообще? Потому что это не стоит, шкурка выделки не стоит, понимаете? Часто. Иногда стоит, а часто нет. Но, понимаете, проблема заключается в том, что есть разные виды труда в нашей жизни. Есть и виды труда, которые мы вообще не знаем, не понимаем. Я на каждое воскресенье проводится со своими сотрудниками. Я провожу ретрит, духовный ретрит, погружение духовно, молитву. И в это время этого ретрита мы обсуждаем темы разные. И вот у меня, допустим, есть в группе девушки не замужем. Не могут выйти замуж. Я одной девушке говорю, почему ты не замужем? Она говорит, ну как, почему? Бог мужа не дает. Я говорю, это очень примитивное понимание вопроса. У тебя есть объем работы. Вот у тебя есть объем работы. И если ты этот объем работы в своем сердце выполняешь в правильном ракурсе, идешь правильной дорожкой, то у тебя нет чувства, что я не замужем. Каждый маленький шаг в этом направлении будет давать чувство, что все приближается, все нормально. Я двигаюсь вперед, куда надо. Но если ты разочарована в жизни, думаешь, я одинокая, мне плохо, это означает лень. У меня кухня не убрана. Так плохо жить. Лярная кухня. Понимаете, это означает, что человек не может трудиться или не знает как. Чаще всего не знает как. И не знает, что это даст результат. Я говорю, не надо думать, что старший и Бог тебе дадут мужа. Они, конечно, это сделают, если ты объем работы сделаешь свой. И для того, чтобы муж появился в жизни, девушка должна иметь теплое сердце. Из ее сердца должно исходить чувство, что она является источником семьи, счастья. И почему девушек берут замуж? Потому что из сердца исходит не просто желание наслаждаться. Девушки многие встречают вот это наслаждение. Желание наслаждаться ее телом. Спать с ней, наслаждаться ей девушкой. Мять ее по-всякому там и так далее. Из ее тела исходит эта сила. Но эта сила, она не вдохновляет замуж брать, понимаете? Лучше проблем это заключать. Понаслаждался и выбросил. Замуж брать, вдохновляет другая сила, которая имеет теплую природу. Она создает стабильность в сердце мужчины. Ощущение, что вот эта девушка даст мне возможность жить с семьей. Что с ней хорошо будет мне жить и так далее. Эта сила, вот она у девушки из сердца выходит только когда она заслужила замуж выйти. А в противном случае вот оттуда ничего не идет к такой силе. Красота есть, а толку никакого нет. Так вот, а чтобы эта теплая сила из сердца вышла, для этого нужно пройти путь определенный. И этот путь пройти непросто. Можно выполнять свои обязанности женщины, женские, всем пирожки петь, любить подружек, прощать родителям, заботиться обо всех близких. И идти этим путем постепенно любви, вырабатывая из себя эту силу, заставляя себя так жить. Но некоторые люди могут действовать так, выйти замуж, а некоторые нет. Потому что горка может быть очень высокой. И может быть и не удастся ее пройти таким путем. Но если девушка ставит перед собой алтарь, честно признается себе в жизни, что жизнь настоящая начинается вот сейчас в отношениях со святостью. Начинает планиться святому человеку. Очень концентрируется на его звук, потому что она не знает, как молиться. У нее нет знания, а у святого человека есть знания. Это знание находится в эмоциях. В настроении, с которым произносится молитва. И человек на первой этапе, он вообще не слышит свой голос. Он просто слушает то настроение, с которым произносит святой человек, и повторяет за ним, повторяет за ним, повторяет за ним. И кланяется ему. А потом, когда вдохновение приходит в сердце через какое-то время, он тоже начинает повторять уже молитву сам, потому что чувствует, что пришло время уже не самому чирикать. Любовь создавать, любовь, отношения. Молитва означает любовь. Это ничего больше не означает. Молитва предназначена для того, чтобы служить Богу, заботиться о нем. Крой Богу от нас ничего не нужно, да? Вы ошибаетесь? Он личность. Он ждет от нас отношений. Он дает нам каждую секунду любовь, но мы ему ничего не даем. И он ждет от нас взаимности. Он личность. Эта взаимность приходит через святость. Когда ты настраиваешься на святого человека, то ты понимаешь, как правильно относиться к Богу через этот святого человека. В этом случае мне люди часто задают вопрос, почему бы сразу напрямую к Богу не молиться? Есть такая пословица, со свиным рылом в калашный ряд не лезут. Понимаете, у Бога есть определенные отношения к нам, чистые и светлые. А у нас нет таких отношений в сердце. Мы не такие люди. Этой чистоте и светлоте нужно у кого-то учиться. И поэтому человек и строит сначала отношения со святым человеком, чтобы научиться у него, как потом дальше с Богом строить отношения. Понятно, да? Для чего? Но если человек не считает, что у него свиной рыло, он считает себя как минимум мягким и пушистым, тогда он думает, я буду сам к Богу. Пожалуйста, тоже можно. Тоже дает результат. Но в Бхагавадгите, например, написано, Варджуна, считай моим слугой, моим близким того, кто служит моим близким, а не того, кто служит мне лично, пытается служить мне лично. Понимаете, о чем я говорю? Близким просто пытаясь стать невозможно. Если Бог не принимает тебя близким, как ты станешь близким? Ты же насильно не станешь близким. Ну ладно, это небольшое отвлечение. А цель того, что я хочу вам сказать, следующее. Вот есть моя жизнь. Я не замужем. Допустим, да? И чувство это вызывает внутри. Тоску, скорбь, камень. Каменная плита на сердце лежит. Я начинаю об этом думать, молиться, и мне жутко просто становится. Это объем работы. Все. А дальше что есть? А дальше есть путь, который обязательно приведет к замужеству. И этим путем является святая личность. Человек кланяется, слушает голос, молится так же, как он, в этом же настроении. Не забывает про свою жизнь, про то, что вот он такой. И двигается этим путем. Теперь сразу возникает вопрос. А зачем это вообще Богу надо давать? Есть две причины. Первая причина. Если человек всю свою жизнь Богу не отдаст, то в этом нет никакой любви. Это просто лицемерие. С Богом об одном, а с собой о другом потом. Понимаете? Это лицемерие. Это не настоящая, нечестная жизнь. И вторая причина. Если человек действительно прошел этот путь, и Бог дает мужа, то тогда вера становится непоколебимой. Это еще для веры нужно сделать. Понимаете? Потому что человек верить может только в то, что он увидел. Он не может верить просто в пустоту. Вы можете тысячу раз от меня услышать, что есть святость. Но если вы не получили результат от этих действий, вы ничего, это глубоко не поверите, и значит этим заниматься не будете. Многие из лекций уходят и живут как жили дальше. Почему? Потому что нет веры. Угу. 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 Нормально? Пускай пишут. А я сейчас все объясню. Все нормально. Вы правильно говорите. Вот смотрите, у меня есть определенный запас благочестия в сердце. Он предназначен для того, чтобы меня не сбила машина. Для того, чтобы я как бы приземлился нормально на самолете. Для того, чтобы вовремя почувствовать опасность. Это благочестие, резервное благочестие, как резервный валютный фонд в стране. Понимаете? На крайний нужный нужен. Вот теперь, когда человек оформляет очень сильно мысли, «Хочу 100 баксов». Там, допустим, ну что-то он хочет, не знаю. «Зелененькую хочу». Хорошо. Нет проблем. Если у тебя хватает там резервного фонда, то если ты сильно хочешь, сильное желание вытаскивает оттуда благочестие, и ты просто так с неба на тебя сваливается зелененькая. Ты говоришь, «О, теперь хочу, чтобы жена свалилась». Мне зелененькая мало. Хочу красненькую. Хочу жену, красавицу. Красно девушку. Девушку красу, длинную косу. Хорошо. Нет проблем, пробуй, брат. Нашему теляте до волка съесть. Если бы тебе хватало благочестия на жену, красивую, хорошую, ты бы ее давно уже получил. Понимаете, в этом мире не бывает такого. Вот я, допустим, бумажку нарисую какую-то, что будет ли она рублем являться или нет. Ну, как бы ее не примут в валютный фонд, понимаете. Она просто бумажка и все. Не завидуйте, не завидуйте. Живите своим счастьем. У каждого свое счастье есть. Все, кто пятят, то и доллары, они тоже помрут. Родятся вновь точно так же. В этом мире все одинаково живут. У одних больше благочестия, они лучшие условия жизни получают, у других меньше. Но все страдают одинаково. Человек богатый может страдать от одиночества больше даже, чем бедный. Это другая тема. Не хочу, вы меня отвлекаете сейчас. Вы опошлили все, что я сказал сейчас. Вы не поняли глубину того, что я говорил. А глубина заключается в том, что визуализация не приводит к глубокому результату. Она истощает просто человека и все. Потому что нам за все надо платить. Если человек совершает аскезы, есть три типа достижения результата, обычные типы. Если человек просто, допустим, закаливается, постится или неподвижно сидит, или концентрацию усиливает внимание, это называется аскеза. Аскеза увеличивает силу человека и способность преодолевать горку. Второй тип деятельности — это пожертвование. Когда человек отдает все, с любовью заботится о других людей, то горка, она начинает уменьшаться под силой любви. Она растворяет, энергия любви растворяет горку. Есть еще третий тип деятельности. Когда человек начинает просто ходить в храмы каждый день, молитву читать, поститься на религиозные праздники и так далее, тогда горка застворяется с помощью солнца, которое светит сверху. И он дальше идет своим путем. Он побеждает таким образом судьбу. Но визуализация не входит в эти три практики, понимаете? Просто потому что я что-то представил, это не возникает. По той причине, что... То есть, если я руком пишу, это вид такой аскезы, который рождает жену, да? Просто потому что мы связываемся с подсознанием, нам Вселенная дает человека. С какой стати? Мы же его не заслужили. А, то есть вы верите вот в это, да, что надо как-то извернуться, чтобы все наладилось, да? Они просто не понимают, как жизнь устроена. Жизнь устроена здесь таким образом, что результаты приходят от труда. Здесь не бывает, что человек изловчился, и результаты приходят. От труда они приходят, понимаете? А если человек изловчился, и пришел результат, допустим, взял банк, ограбил, это значит, что у него хватило благочестия несеть в тюрьму. Но если он еще раз ограбит, может не хватить уже благочестия. И его расшифруют. Понимаете, проблема заключается в том, что люди часто не понимают, как устроен этот мир. Они верят, что именно их собственное действие, не связанное ни с кем другим, кроме как со мной, дает результат. Понимаете, они себя считают Богом. Они думают, что если я нарисую правильно, то мне сразу все будет выдано. Это означает, что я как бы считаю себя Богом. Это означает, что я могущественный такой, и могу нарисовать как надо, и тогда мне будет выдано. Ну то есть, другими словами, Бог кладовщиком работает, а я сижу на кассе, понимаете? Но на самом деле все наоборот здесь, понимаете? Я работаю клубочиком, а Бог сидит на кассе, понимаете? И он решает, кому выдавать деньги, кому не выдавать. Бывают, знаете, иногда такие работницы, они приходят к начальнику и говорят, я вообще-то достойна большей зарплаты. Почему вы мне даете мало? То есть, она визуализировала зарплату какую-то определенную, вся в голове. Приходит к начальнику и говорит, я визуализировала вот столько-то тысяч рублей. Почему вы даете мне меньше? Я же достойна именно этих денег. Он смотрит на нее, говорит, если будешь дальше так себя вести, вообще уволю. Почему? Потому что человек бунтует. Он не хочет принимать свою судьбу, а что-то рисует себе в голове неправильное. И это вообще страшно рисовать, потому что, допустим, девушка нарисовала высокого и красивого себе. Ну, как бы хорошо, но по судьбе положено или невысокий красивый, или высокий некрасивый. Она может вообще замуж не выйти, потому что она как бы себе нарисовала не то, чего достойно. Некоторым вообще метр с кепкой положен. И надо вот этого взять. А если этого не возьмешь, вообще ничего не получишь просто. Вот, какой хороший вопрос. Наконец-то вы вопрос задали. Потому что сейчас мне как бы всякую ерунду как бы. Что-то нарисовал, получил, пошел, нарисовал, пошел, на складе получил. Бред полный вообще. Если я сейчас чек нарисую, как бы, я приду в банк, есть ли вероятность, что меня вообще посадят за валютной махинацией. Я просто вам рассказываю разные виды труда. Есть разные виды труда для достижения целей. Но если ты трудишься в отношениях с тем, кто дает чеки, тогда ты быстрее достигнешь цели. Все друзья начальника завода становятся заместителем начальника завода. А все остальные просто продвигаются по служебной лестнице. А как? Что вы сказали? Как понять? Да, вот теперь слушайте, как понять. Сейчас мы об этом будем говорить. Не отводите меня от моей цели. Я хочу вам описать технику. Те, кто не понимает, пришли сюда зря. Не понимает, что мы очень глубокими вещами занимаемся. Подсмеиваются надо мной. Можете выйти из зала. Но если вы хотите серьезных вещей сейчас от этой лекции, потому что это тренинг, это не просто беседа, тогда будьте серьезными. Я сегодня не такой веселый, понимаете? Я хочу, чтобы вы добились хорошего результата в жизни, потому что жизнь начинает становиться тяжелой. Нужно стать серьезнее, мои хорошие. Детский сад хотя бы на полгода должен быть закончен. Если вы будете думать о святом человеке, кланяться ему, вместе с ним читать молитву, и у вас в сердце будет определенный груз, ноша, который вы ему будете показывать также во время этой молитвы, но желая служить ему в это время, не думая слишком сильно о своей ноше, стараясь, по крайней мере, то в этом случае первое, что произойдет, вы почувствуете, что вам нравится так жить. Вы почувствуете, что это классно вот так делать. Дальше вы почувствуете спокойствие, и ноша перестанет так болезненно ныть в вашем сердце. Третье, что вы почувствуете от спокойствия, означает, что вы уже оценили объем работы, и на тонком плане его победили уже. Ноша остается, но вы уже сильнее ее. У вас есть план уже в сердце. Вы еще пока даже его не понимаете, не знаете. Родилась идея где-то там в глубине. Вы уже победили судьбу частично. У вас появилась вера, что все будет хорошо. А дальше, после этого, если вы дальше к святому человеку идете, светом наполняетесь еще больше, то тогда вы получаете знания, кто вам положен. А потом, если вы еще дальше идете, вы будете видеть каждый шаг в продвижении к этому человеку. Потом вы его увидите в своей жизни. Это объем работы. Мысли проскакивают, и возникает неудача, ощущение неудачи. У некоторых вообще камень в сердце появляется. У некоторых зевота появляется. У некоторых появляется чувство, что как бы ничего не получается, вообще никого не слышу, ничего. Это все объем работы. Это означает, что вот у меня есть расстояние до этого голоса психического определенного. И я просто тружусь. Ведь цель это труд, понимаете, а не цель не счастье. Счастье это просто побочный эффект труда. Вот допустим, у меня все возникло, у меня там, я почувствовал этих святых людей, вот сегодня, сейчас у меня такое возникло, я почувствовал, мне хорошо стало, ну господи, какие хорошие. Вот, я это все почувствовал. Но это является побочный эффект. Это не означает, что я расслабился и больше ничего не делаю. Я дальше повторяю, я дальше иду вперед, потому что там еще куча всего, чего мы не знаем внутри. Понимаете, вот у вас мысль появилась в голове, все, ну все, не хочу больше работать, все, не мешают. Я не знаю, что она не мешает, как она, 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 она. Спасибо вам большое за то, что вы спокойно со мной разговариваете и сняете то, что вы чувствуете. Это важно. Я немножко разошел у собой, простите меня. Сейчас я вам объясню. Ум, он хочет счастья просто. Он питает счастьем все органы системы организма. Каждая клетка нуждается в счастье. Поэтому ум ищет счастье. У него два способа их искать. Первый способ, это вот там вот хорошо, хочу мороженку. Там хорошо, там мороженка, я и хочу. Первый способ. Второй способ. А вот там плохо, там нет мороженки, хочу, чтобы там была мороженка. Один плох способ со знаком минус думать, а другой со знаком плюс. Со знаком плюс называется мечтой, человек мечтает, ну хорошо, о чем-то думает. Вот. А второй способ, это расстройство, понимаете, что мне, как бы, мечта не получается. Ум всегда это все делает только для того, чтобы добыть счастье для организма и для психики. Все, у него нет других целей. А вы не отвлекайтесь на него, он истерит, понимаете, он говорит, очередь большая, народу много, стоять не будем, а хлеб нужен. не обращайте на него внимания, просто стойте в очереди дальше и повторяйте, я желаю всем счастья. Он потом успокоится, как он только почувствует, что запах хлеба, почувствует, что приближаемся уже, и булка, ну как бы, не кончился хлеб, вообще, достояли. Он успокоится, сразу будет стоять. Ну, булку почувствовал, все будет стоять. А пока не почувствовал, будет орать, я ничего не чувствую, мне плохо. Олег Геннадь все равно больше зарабатывает, чем я. Ему легче. Все, вот он, что будет вопить. Мне будет тысячу всяких способов доказать, что надо отвлечься. Спасибо вам за этот вопрос. Мы вот сейчас, видите, эти вопросы нужны, нужны, чтобы глубже понять тему, а тема очень сложная. Да, пожалуйста. Нет, включить надо, включить. Поближе. Супер, 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 да. И, и дальше. На поступках. Надо сначала создать подложку. Вот сейчас объясню. Если, допустим, я повторяю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Что-то понятно, нет? А если ты вспомнил первую встречу, глаза близкого человека вспомнил, и просто один раз тихо сказал, я тебя люблю, вот с этой памятью, тогда сработало. Сразу, как бы, девушка чувствует. Святому человеку не нужны наши слова, понимаете? Отношение означает память, означает вот эти чувства. Нужно думать о святости, о людей, которые поют, вот об этой молитве. Пока не нужно о своих словах думать, пока не появилось чувство. Как чувство в сердце появляется, слова сами начинают правильно произноситься. Я тебя люблю, я люблю тебя. Понимаете, сами, то есть, пошло, пошло, чувство пошло, потому что оно вызывает слова уже. А если человек просто тараторит, и что толку? Оно вообще может постепенно превратиться, я тебя убью. Муку одну съел, и все. Спасибо, очень важный вопрос. У вас есть еще какие-то вопросы? Спасибо. Сначала думаем о святых людях, не о своей молитве. Получаем чувства. А каких? О ваших. Добрые люди есть на земле? Доброта вся идет от Бога. Лучше, если вы настроились на добрых людях, которые связаны с какой-то верой, потому что у них есть свой путь, и они правильнее, ближе к Богу. Да, это может быть сам Бог даже. Но ведь Иисус Христос говорил, через меня придете к Отцу моему. Не напрямую, а через меня. Так же пророк Магомед говорил, через меня придете. То есть даже сам Бог может играть роль ученика или сына, понимаете? Но все равно мы через наставника, через святого человека идем. Нам нужно образование духовное, нам нужно понимание, нужно чувство вот это вот развить, чтобы потом уже непосредственно к Богу обращаться. А вот с тем же чувством, в том же настроении. Сначала это чисто механика. Вот допустим, ученики сначала, они ходят как учитель. Если он с тросточкой, они тросточки берут. Если он как бы лысый, они бреются. Ну то есть они копируют внешне, и это уже хорошо. Потом постепенно они глубже начинают его понимать, как личность, глубже, понимаете? Нужно вот как можешь, так и так. Понимаете, когда ты сделал первый шаг, второй будет обязательно. Вот как он, вот как можете. Вот как можете. Постепенно поймете. Спасибо вам за ваши слова. Я сейчас должен вам сказать, что-то важное. Дело в том, что люди, разные люди, имеют разный склад ума. И вот эта техника, которую я сейчас вам преподнес, она для определенного склада ума людей предназначена. Не все люди могут в голосе почувствовать эмоции, ну человека, понимаете? В голосе не все могут почувствовать человека. Есть разные типы людей. Одни человека чувствуют, читая о нем, и у них краски, образы вспыхивают, они как бы читая, обретают понимание этой личности, и потом вместе с ним уже начинают молиться, думая об этом понимании, вместе с ними молясь, соединяясь с ними через понимание. Другие, концентрируясь на голосе, обретают понимание человека. Третьи это делают, концентрируясь на его наставлениях, и вдохновляют наставления, думают, я хочу жить так же, как ты. Я хочу вот твои наставления выполнять. И человек это вдохновляет, он начинает приближаться к святому человеку. Четвертые это делают, просто как бы делая то, что он сказал. Например, он сказал читать мне, допустим, священное писание. Я читаю и вспоминаю, как прочитала, и ему говорю, я вспоминаю, вот смотри, я делаю то, что ты говоришь, я тебе кланяюсь, я молюсь вместе с тобой. Это подтверждение. Нечаянно нажал. Вот. Услышали, да? То есть есть разные способы достижения одной цели, они все зависят от склада ума человека. Вы, допустим, не почувствовали тот способ, который я сейчас предложил, и у вас как бы появились варианты, почему? Потому что вы хотели понять. Это мой ответ. Если вы захотите понять, ваш вариант сложится в вашем сердце. Вот тот способ, который я сейчас предложил, он мой способ. Мне он хорошо понятен, и поэтому я на основе него могу дальше двигаться, глубже. Но так как я проводил много раз эти занятия с своими помощниками, у меня есть понимание вашего способа также. Потому что, ну, мы беседовали, общались на эти темы, и я видел, что у людей по-разному у всех это происходит в сердце. И у каждого из вас будет свой стиль внутренний, не совсем похоже на мой. Но идея одна и та же. Движение к святости, победа над своей судьбой, утверждение в вере, радость к победе, и внешне видеть, что все это действительно срабатывает, что жизнь меняется к лучшему, и потом перестать об этом думать вообще, потому что, когда человек видит, что да, вот я молюсь, и как бы все в моей жизни меняется к лучшему, он перестает сильно беспокоиться уже о своей жизни, начинает думать просто о святости и все о святом человеке. Потому что он не видит, что это сильно большая проблема в моей жизни. Он знает, что она всегда решится. Почему люди так сильно думают о своей жизни? Потому что они своими силами пытаются ее решать. Она легко решается с помощью других сил, вот этих вот, о которых мы сейчас говорим. У кого сейчас в сердце появилось спокойствие, поднимите руку. Значит, вот трудности уже преодолели. На этом этапе преодолели. У кого в сердце появилось знание, что делать, поднимите руку. Вот это значит, еще дальше. А у кого в сердце появилось мордожелание так действовать, это супер, классная вещь, поднимите руку. Это еще глубже. А у кого-то все это вместе. А у кого просто появилось чувство, что мне понравилось, я посидел, и мне хорошо, вот хорошее занятие. тоже нормально это первый этап сам вот и все а через меня сейчас я на стол залезут сначала потом отвечу можно сейчас на стол встану и там подсветку надо сделать чтобы меня это сияние я обычный человек просто я методист учитель наставник из разные виды из разные виды отношений есть отношения старший младший просто человек передает что-то знание какой-то методист есть отношения духовник и слуга это более высокий тип отношений эти отношения нужно строить с теми кто светочами духовной жизни является очень сильно духовно личность без непогрешимая личность а где мне взять такую ты надо просто искать даст иголу попу захочешь в интернет найти без проблем на желание есть и пошел пошел также свято учет надо искать а вот голову попу когда еще какие критерии то же самое здесь святой человек тоже должен вдохновлять любовь она всегда одинаковая должен вдохновлять по-другому более чисто возвышенно он вдохновляет как не обязательно современник попытайтесь понять что душа она бессмертную природу имеет можно сейчас настроиться на сергия радонежского и через год вот служение ему поклонения вы его будете реально чувствует как личность вот реально просто представляете вы с ним будете личные отношениями вот я вам точно 100 процентов говорю понимаете любая личность доступна просто вопрос усилий который нужно прилагать может быть и современник почему нет просто очень практично вы даже современников брать потому что не надо сильно какой-то заоблачную цель вот люди просто монахи духовной практикой занимать почему бы мне их опыт не перенимать только гордость не мешает на их голос настраиваться и все то есть вас муха сейчас зашевелилась да и сознание мухи есть сознание пчелы сейчас очень хороший вопрос ну-ка микрофончик дайте это очень важный вопрос супер в микрофон мы не будем сейчас конкретно по личностях не нужно это разрушает атмосферу в зале пожалуйста и гострицев никаких не надо тоже не надо сейчас а личности какие-то вот посмотрите я сейчас вам письмо все очень просто критерии у вас жена есть как ее зовут она добрый человек я придумал не имеет отношение сейчас вы узнаете это отношение вы слушаете сейчас вы задали вопрос будете слушать сейчас она вредная бывает конкретно она вообще то есть иногда вот зациклиться на чем-то одном и мучает вас мучает просто в бесконечно так пошел препода ездил мое мнение такое что ваша регина очень добрый человек все остальное меня в ней не интересует есть сознание пчелы и сознание мухи ухо тоже едет и летит к сладкому вкусу понимаете но по дороге она видит бардак она хочет разобраться в этом вопросе потом заботится о парыше и она сливается с этим г своем сознании сливается все и сознание пчелы пчела вообще как бы она то хочет нектара она не обращает внимание на беспорядок плохие качества характера кого-то она хочет только нектару меня в вашей регине интересует только доброта больше ничего мне в ней не интересует вообще больше ничего я не хочу копаться в этих людях которые сейчас поют в этом хоре моя цель их чистота и все я больше не хочу ничего и если я такую цель выбрал то я увижу эту чистоту в них и увижу величину этой чистоты а вот когда ты величину человека чистоты видишь тогда ты можешь оценить насколько он свят это не это не дешевая вещь для этого нужен труд сначала нужно поклоняться личности долгое время поклоняться для чего для того чтобы просто увидеть его чистоту и все не обязательно ты должен предаваться ему предание это другое вы сейчас не способны вообще никому предаться потому что вы видите грязь во всех сознание мухи это обычная вещь для всех вот я сейчас вам говорю тоже вас грязь вижу это неправильно должен быть видеть чистоту и с чистотой вас общаться тогда я смогу вам объяснить понимаете вот час и правильно уже настроился нужно понять такую вещь что мы святость чистоту в человеке изучаем с целью понять ее количество когда она будет понята тогда мы оценим личность и решим предаваться ей или нет но только так можно ее оценить а если мы будем пытаться видеть недостатки то тогда наше сердце само начнет эти недостатки приумножать маленький недостаток в возвышенном человеке в сердце моем начинает разрастаться и кажется большой проблемой понимаете поэтому это не способ оценки человека это касается вообще всего в жизни вот например вы хотите оценить будущее будущее оценить для этого надо увидеть свет будущего надо кланяться святому человеку и хотят и пытаться понять свет будущего в чем будущем что в будущем свет светлого есть если в этот чистоту будущего поймете тогда в этом случае вы сможете легко также и понять недостатки этого времени но если вы подумаете о недостатках то они раздуются так так что вы свет этого времени не увидите недостатки в нашем сердце всегда с огромной силой раздуваются когда мы им замечаем их поэтому очень главное условие типа духовном пути заключается в том чтобы всеми своими силами не обращать внимание на недостатки они все равно будут лезть в голову это не наше дело вот допустим если вы сильно заинтересуетесь моими недостатками которых миллион то тогда вы мои лекции служить не сможете уже вам надо бы другого лектора искать что касается личности которые вы описывали сейчас будьте осторожны это очень сокровенно говорить о конкретных личностях в присутствии многих людей вы даже не представляете насколько духовные люди обладают огромной духовной силой настолько осторожно надо обращаться ко всем со всем тем что связано с ними приведу вам сейчас один пример который меня немножко отрезвил в том месте где вот роману джачари был где почувствовал эту силу духовную святость вот эту чистоту я там были поклонения ему и там повесили гирлянды после поклонений цветочные такие гирлян и я попытался взять одну из этих гирлянд себе ко мне подошел священник и сказал пожалуйста не трогайте вы не должны это брать я спросила почему он сказал потому что есть вероятность что вы не будете с достаточным прощением обращаться с этими цветами и это приведет к вас деградации святой человек может быть нектаром который очищает всю жизнь человека может быть огнем который обжигает всю жизнь человек все зависит от того как ты с ним обращаешься именно по этой причине ангелы не приходит сюда нам показаться по той причине они не приходят что мы не имеем квалификации с ними правильно себя вести а если бы имели то тогда по не обязательно появились и в этом в реальности духовной всегда так когда человек квалификацию обретает что-то увидеть немедленно чем он ему это дают вы не имеете квалификации увидеть шилу круппаду я вам гарантирую я это точно знаю не имеете такой квалифика стопроцент нечего сейчас на эту тему обсуждать у вас нет опыта отношений с возвышенными людьми нет опыта просто вы занимаетесь не тем чем надо я вам больше того могу сказать что вообще вот на этом пути человек вообще не должен ни в ком никогда копаться вот если человек встал на этот путь для него все кто идут этим путем они все очень хорошие а если он видит эти недостатки в этих людях то ему надо очень сильно перед богом раскается потому что это видение недостатков разрушает его духовную жизнь не только в старших но также и в младших вот если у вас есть друзья с которыми духовным путем идете и вы увидели в них недостатки начали критиковать в своем сердце то вы увидели в них не то что надо и это разрушит вашу духовную жизнь на сто процентов поэтому тот кто идет этим путем он должен четко понимать что это путь пчелы это ведическое сравнение из не зря дано путь пчелы означает только нектар только нектар я хочу только хорошие в людях видеть я хочу вас видеть только хорошие мне все равно как вы подумали об этом возвышенном человеке я хочу только хорошие вас ведь у вас добрая жена вы честный человек я этот счет тоже вижу чувствую все это меня только вас интересует больше ничего не интересует я ничего не слышал от вас сейчас недостатки это они существуют для того чтобы нас свести с истинного пути они существуют как как экзамен как проблема которую надо страшно бояться человек может думать только о своих недостатках и смотрите есть разные степени высоты человека самый высокий человек он постоянно видит душу в своем сердце а также видит все недостатки которые окружают и страстно сокрушается об этом возвышеннейший человек святой безгрешный считать себя самым падшим не для показухи это его реализация это опыт отношения к себе но всех остальных он очень ценит потому что он видит в них только душу больше он них видеть ничего не хочет такой опыт видения святого человека поэтому с ним хорошо общаться подходишь к нему он как солнышко ясно на тебя смотрит видит тебе самое светлое и тебя на светлый путь направляет если ты приходишь к какому-то астрологу который законы какие-то астрологические выучил но душу пока не понял и он начинает тебя пугать у тебя вот этот плохой период и вот это и все а как бы следующей осенью вообще зимнее пальто может не покупать и ты выходишь от него и думаешь вообще жить дальше или нет почему так происходит каким знанием этот человек обладает да никаким знанием не обладает потому что если тот кто чувствует судьбу человека он должен видеть в ней только хорошее и усиливать это а все плохое он должен если увидел он должен помочь это исправить а если не может помочь тогда им надо об этом забыть просто потому что ничего тогда и видеть если ты видишь недостатки своей жены значит тогда должен иметь силу их исправить или вообще просто прощать их не обращать на них внимания два способа жить близким человек несомненно несомненно когда человек не имеет какого-то недостатка и он видит это в другом человеке то тогда это воспринимается как сострадание но если человек имеет тот же недостаток он не может пострадать это воспринимается как злоба пытается это по ней давайте по технике настроение отвлекаемся вот вопрос на первом на втором году правильно потому что я страшный страшный означает грубый плохой человек но я буду стараться быть хорошим все равно и постепенно стану хорошим вы говорите сейчас о чем о своем счастье сейчас во время это станет а это и есть помеха дальше говорить о о супер супер в объем работы увидели этот блок увидели объем работа в этого чем занимать вы развлекались понимаете берем духовный вкус богородицы я желаю всем счастья сначала мы развлекаемся нам мы хотим только балдеть на первом этапе духовного развития человек хочет только наслаждаться и все он устал от этой тяжелой несчастной жизни ему нужен духовный вкус для того чтобы обалдеть и он чё вспоминает во время настроек горит олег геннадь раньше у меня волосы дыбом вставали на теле эмоции хорошие были мне так было классно а теперь когда мы с вами начали повторять камень какой-то на сердце как мы для этого камня и повторяли я сказал на втором этапе вы почувствуете камень на сердце это называется объем работы это ваша жизнь наша цель то сегодня была в жизнь вас погрузить они в мечту и дальше что я сказал не отвлекается на этот камень опять думаете о голосе с возвышенного человека и служите ему вы увидите как этот камень растает в сердце потом видите какой важный вопрос задали спасибо вам большое да конечно еще один такой же важный кто из вас также вот увидел камень неожиданно бац и все как бы прекратилось объем работы вот это ваша судьба и и надо вот с ней трудиться и камень этот растворится и счастье придет жизнь да Я тоже. Молитвы дома, а я желаю всем счастья здесь, для того, чтобы быть всем вместе. Это настрой просто. Он нужен для того, чтобы все понять, что делать. Это настрой, который Богу нравится, и поэтому он как молитва фактически звучит. Но молитва дома. Не надо дома настроить это повторять. Повторить несколько раз. Настройтесь, чтобы вы всем счастья желаете, а дальше свою молитву надо читать, которая у вас есть. А если нет, ищите. Повторяйте, я желаю всем счастья, изучайте разные молитвы, слушайте. Повторять надо молитву дома. Молитву. Вместе с кем-то, с возвышенной личностью. Слушать голос его. Сначала повторять, как он. Потом постепенно вдохновляться его настроем и повторять уже самой, так же, как он. Потом чувствовать, что в сердце появился камень. Потом отвлекаться от этого камня, думать о святом человеке и постепенно чувствовать, что камень растворяется в чистоте этого голоса. И верить в этот голос, начинать. А потом понимать, что чистота этого голоса, она связана с Богом. Не только с этим человеком. Что человек просто верит в отношение с Богом. Понимаете? Это путь, который я вам сейчас рассказываю. Да, ваш вопрос. Да. Только вы успокойтесь сначала. Вы так сильно руку поднимаете, что я уже боюсь даже это. Нет, нет. Вот здесь вот девушка. А потом вы обязательно. Обязательно. И чем вы занимаетесь в это время? Это значит, что у вас очень хороший период жизни сейчас. И как он на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. И любят песню деревни и села, и любят песню большие города. Хороший период жизни, понимаете? Ночь ласточкой стучит в окно. Плохой период жизни тоже. И так все меняется в жизни человек. То хороший, то плохой. Как волны в океане. Он вечно не продлится, этот хороший период. И плохой вечно тоже не длится. Разумного человека не беспокоит эти перемены. Он просто хочет служить святостью. Не отвлекается ни на что. Не на то, что счастье из сердца идет. Не на то, что камень в сердце появляется. Он думает только о том, чтобы служить святому человеку. Думает о голосе возвышенного человека. И даже если у него камень растворился, он на это тоже не отвлекается. Думает о голосе святого человека. И так он побеждает свою судьбу. Счастье мучает человека еще больше, чем горе. Потому что, когда человек привязывается к счастью, то он совсем обескуражен в жизни. Ничего не понимает. Ни трудностей, никаких непрепятствий. Он как слепой котенок, который валяется в корыце со сметаной. Ну хорошо в сметане просто и все. Больше ничего не надо. А вокруг темная ночь, только пули свистят по степи. Понимаете, эта жизнь, она очень полна опасностей различных, которые на каждом шагу подостерегает человека. Но об этом тоже не надо думать. Хорошо? Но хорошо, когда есть счастье. Я желаю вам счастья. Счастье. Субтитры создавал DimaTorzok